Преимущество того или другого боксера здесь все было на той никола. Ну, к выходу в ринг готовится пара следующей весовой категории до 75 килограммов. И в первую паре в красном углу будет находиться Артем Чеботарев, боксер из Саратова. Сейчас он представляет Московскую область, но живет и тренируется в основном там у себя. Москва осуществляет главную заботу о нем, финансирует. Его соперником будет Дмитрий Бивов из Санкт-Петербурга. Это пара боксеров, которые прекрасно уже себя знают, они встречались. И на прошлом чемпионате тогда сильнее был Артем Чеботарев. Артем Чеботарев до этого резко ворвался в сборную России и пока оправдывает. Вот он, на вашей странице. Оправдывает пока вот те авансы, которые выдали ему специалисты, болельщики. Дмитрий Бивов. Ну вот Дмитрий Бивов. Неуступчивый, сильный боксер, который очень непросто прошел именно в полуфинал. Победил боксера из Кабардино-Балкарии Тимура Кеферова со счетом 6-4. Это такой вот был напряженный бой. Тем достойнее его участие сейчас здесь в полуфинале. Да, ну это растут все-таки молодые. И как будто ниоткуда не берутся. Вот уже перед полуфиналами и финалами много молодых ребят заявило о себе. И победил очень сильных ебаных боксеров. Их буквально год еще никто не знал, не видел. Нет, ну Бивову мы с вами помним со прошлого чемпионата России, который находил у него на родине, в Санкт-Петербурге. Но еще раз скажу, хорошая пара, и я предвкушаю хороший поединок. Так чисто полюбительски передвигаются по рингу и Бивову, и Чеботарев. На челноке. Что удивительно, боксеры 64 килограмма даже не двигались так легко, как эти ребята. Такая классика, да? Да, как нас учили когда-то, в 80-е годы. Но тогда это было модно, скажем, был кубоксер Серик Конахбаев или Василий Шишов, которые только на челноке обыгрывали уже. Одну только защиту они побеждали соперника. Одними передвижениями. И это казалось, вроде как... И Рыбаков тоже. И Рыбаков, вроде как примитивно казалось, тем не менее, ну, они были неуязвимыми просто-напросто. Но Рыбаков-то вообще на руки опускал. Он как хотел боксировал. Попасть его было только не важно. Вы знаете, интересная была, не знаю, насколько это характерно. Утриска уже несколько раз. Бивов точно попал. Но в прошлом году, как мы рассказывали, он пришел на тренировку Натальи Рогозиной. Вы посмотрите, что у нас происходит. Да, ударов пять очень мощный Бивов попал. И чудом устоял Чеботарев. Я думал, что сейчас судья откроет счет. Нет, он просто сделал какое-то замечание. Нет, я говорю, эти ребята уже изучили друг друга. Год назад неплохо. И такая принципиальная пара, вы знаете. Да. Ну, по-моему, Бивов сейчас побеждает. Он меня удивил. Он нанес... Как Чеботарев пропустил эти удары. Вроде бы, как бы он боксирует в стойке, в хорошей. И руки на месте у него. Ну, вероятно, удары были просто встречные. Или руки у Бивова чуть подлиннее. Ну, сейчас он ведет. Это я точно знаю. Ну, осталось совсем немножко посмотреть. Да, я тоже думаю, что Бивов был точнее и удачливее в первом раунде. Это я, конечно, не ожидал Чеботарев. Да, это все ожидал. Это был старт. То, что так резко начнет. Да. Рискуя, в общем-то, где-то. Шлем расстегнулся, похоже. У Артема. Да, вот я чувствую и даже предвкушаю, что этот бой будет один из самых интересных в полуфинале. Потому что, ну, явный лидер Артем Чеботарев проигрывает первый раунд. Причем пропустил очень много таких сильных ударов. Я думаю, что он захочет забрать эти очки и реваншироваться в последующих раундах, в втором и третьем. Ну, это необходимо, если он хочет продолжить свой славный путь. Конечно. На кону стоит участие в чемпионате мира и Европе. Ему 22 года. Конечно, очень жалко, когда пропущены удары. Спокойнее и точнее было, конечно. Вот Бивол. И вот, смотрите, такой дальней дистанции, да, и так удачно. Да, вот еще. Вы очень верно заметили. Видимо, чуть-чуть длиннее руки у Дуны. И он этим очень умел. Он очень четко на челноке как раз. Вот он. Ветер в 60-м году. Да, он обыграл Чеботарева. Он умело уходил от ударов. И тут же подходил. Мурзагалиева. Первый тренер Казиев. Рвутся и тот и другой в бой. Да, конечно же, чемпионат России по боксу – это событие большое. Это порядка, ну, по-разному бывает. В среднем порядка 200 участников, плюс-минус. И очень много судей. Плюс есть суди, которые, как бы, комиссариат, которые наблюдают, если что-то вдруг случилось и победу отдана неправильно, есть такое, ну, как бы, заявление от тренера. Тут уже рассматривают другие суди. Это все. Как бы, переигрывают, они тоже ведут записки. Заявление претензий, точнее. Это очень часто бывает в любительском боксе. Ну, и в профессиональном тоже. Ну, в любительском чаще, потому что все бои почти равные. И каждый считает, каждый тренер считает, что его парень будет сильнее. Ну, когда бои равны, безусловно. Ну, посмотрите, вот что мы сейчас наблюдаем во втором раунде. И боксеры плотнее, мне кажется, встали на ноги. Да. Ну, все-таки, это уже вес нелегкий. И удары здесь сильнее. Здесь, здесь шанс оказаться в нокдауне у любого боксера. Мне казалось, что Чеботарев пропустил один сильный удар в первом раунде. И даже, ну, ну, не сломнишь хорошо. Судья то ли не заметил этого, то ли проигнорировал просто-напросто. Но обычно рефери в любительском боксе засчитывают такие удары, как нокдаун. Ну, посмотрите, пошел вперед Чеботарев. Чуть-чуть, мне кажется, ему удалось отыграться. Да. Ну, плотно встали. По крайней мере, второй раунд не косоравность. В первый раунд Бивол выиграл, второй раунд такая идет борьба. Не туда и не сюда. Но явно мы видим, налицо желание, что Саботай Чеботарева, да, выправит ситуацию. Темп очень высокий. Пропускает, посмотрите, боковой справа от Бивола точно попал в цель. Очень высокий темп. Дает замечание секундантам. Отдыхайте, говорит. То есть прогоняет их из угла. Да, в зал. Да, прогнал на самом деле в зрительский зал. Но, вероятно, ему будет разрешено секундировать дальше перерыв. Потому что сейчас будет перерыв перед последним раундом. Вообще, наша весовая категория. Я имею в виду советский бокс, российский бокс. Да. Только, знаете, 72-75 килограммов. 71-75. 71-75, да. Я в этой категории закончил свою любительскую карьеру тоже. Да. Ну и, конечно, сразу приходят на ум и Логутин, и Патренченко, и Лемешев. Такие имена. Какие чемпионы. И Агеев. И Агеев, да. Ну, все-таки, если сравнивать эпохи, то, пожалуй, раньше как-то конкуренция была дольше или продолжительнее. Вот, опять же, возьмем вес 75 килограмм. Что-то явное преимущество. Первый тренер Николай Исаев. В ринге. Судья международной категории Алексей Трифонов. Боксеров из Башкирии в полуфинале. Пока еще ни одного не было. Как-то местные должны были удачно выступить на этом чемпионате. Сейчас узнаем. Ну, честно говоря, не на прошлом чемпионате России боксируют Башкорстаном. В общем-то, не особо облистали. Ну, я вам расскажу, что сейчас в Башкирии очень неплохой, даже хороший детский бокс. Или юношеский. Я знаю мои друзья. Я в скором времени буду ждать от них. Да, которые в свое время ушли в бизнес. Они вернулись оттуда. Ну, как бы у них с доходом все в порядке. Просто тренируют ребят, может, и на серию. Ну, и хвалятся мне, что я вырасту чемпионом России по школьникам, по юношам. Скоро эти юноши перейдут с молодежи, взрослые. И мы увидим новые имена за республику. Ну, что ж. Еще одна такая яркая точка на карте. На боксерской карте России появится. Можно только приветствовать. А Чебетарев пытается, пытается догнать соперника. Видно это явно. По его действиям. Но складнокровие должно быть. Потому что все-таки иногда попускает. И вот это преимущество в три очка. И очень трудно будет сохранить, сократить. Если чемпион не попадет в финал, то будет удивительно. Это будет удивительно. Ну, это будет, конечно же, неприятно и в его команде, и в тренеру. Хотя он делает все по критике. Просто-напросто билол лучше. Вот и все. Он бьет и пропускает, да. Очень много встречных ударов пропустил уже Артем. Ну, хорош билол. Да, вот сейчас пытается отработать последнюю минуту Чебетарев. Держит руку. Да, вот рефер это заметил. Устал просто билол. Просто устал. Ну, вот как раз минута. Последний шанс. На таких высоких эмоциях все-таки весь бой боксировать очень сложно. Тем более, что это предпоследний бой в турнире. И усталость накопилась. Ну, посмотрите. Усталость, да, безусловно, но хладнокровие не теряют. Боксеры из Санкт-Петербурга. Устали оба. Да, очень жалко, что такие сильные боксеры встречаются в полуфинале, а не в финале. Ну, что ж, такова жеребьевка. Вообще, как-то бокс подровнялся. Да, бой очень хороший. Бой, бокс именно и российский, вообще весь международный. Если раньше некоторые боксеры доминировали на протяжении всей своей карьеры, то сейчас у него... Да, спокойной жизни не укажут. Да, спокойной жизни ему не дают его друзья, коллеги по сборной или по листовой категории. Ну, и также мировой бокс, он тоже вырос. Есть из тех стран, где он почти не был развит. И сейчас они практически наравне с американцами и с педицами. И европейский бокс стал подниматься, который в последнее время, некоторые годы был, в общем-то, в загоне. Сейчас боксеры из Великобритании, а Великобритания представляет как в футболе и в Катландии, и в Эльсе. Если вспомните, на последнем чемпионате Европы мы сидели как раз рядом с ирландскими комментами, и у них очень много ребят было в финале как раз. И это говорит о том, что любительский бокс в этой стране на подъеме. А тем более Олимпиада будет, фактически, у них на родине. Ну да. А, а вот в углу мы видели как раз Баланова. В этом бою. О котором я говорила. В этом бою одержал Дмитрий Пивол. Санкт-Петербург. Да, он только увеличил свое преимущество. Да, расстроился. Ну, что, Счеботареву надо делать отсюда в ВВД. Ничего не закончено. В финале он не будет. Но, может быть, попадет на чемпионате Европы, как сказать. Спонсор средств.